Иногда вечером просто нет времени куда-то ехать, и гораздо проще просто зайти с телефона, либо с компьютера и заказать. Это быстро, это удобно. Евгений – частый посетитель интернет-магазинов. В них он регулярно заказывает обеды, ужины и просто перекусы. Молодой человек уверен, при сегодняшнем ритме жизни доставка еды – быстрый вариант борьбы с голодом. Вообще, когда у нас проходят дни рождения, либо какие-то праздники корпоративные, бывает именно удобнее гораздо заказать, чем самим что-то готовить, кого-то озадачивать непосредственно приготовлением. Ну, заказали, через пару часов привезли еду. Очень удобно. Еще один наш герой – Алексей Кован привык осуществлять шоппинг, не выходя из дома. Его гардероб заполнен одеждой, купленной в онлайн-магазине. Так, вот рубашка выглядит достаточно просто, но марка одежды известного спортивного бренда, который я очень люблю, купил дешевле где-то на пару тысяч, стоит 4 у нас в торговом центре. Я купил за 2. А еще среди покупок в один клик – модный пуховик, мужской костюм и штаны. Низкие цены в интернете обусловлены несколькими причинами. Во-первых, владельцу магазина не нужно платить за аренду помещения. Кроме этого, нет надобности оплачивать работу обслуживающего персонала и коммунальные счета. И в-третьих, нет большой монополии, которая диктует стоимость товара, поэтому часто можно встретить предложения по очень выгодным ценам. Защита груди, плеч. Тоже купил в интернете. Вообще, по оцененке такая стоит 20, я купил за 3,5. Ну, просто потому что тут был небольшой дефект, я его сам ликвидировал, так скажем, с нашими портными. Онлайн-покупатель хвастается – ни разу не получал некачественный товар. Хотя сети переполнены фотографиями, где ожидания интернет-покупки, ну, совсем не соответствуют реальности. А вот Василий обжигался и не раз. Парень каждые две недели тратит деньги на популярном китайском сайте. Последний из приобретений – это USB-фонарик и батарея для фотоаппарата, которая, в отличие от дорогого аналога, быстро разряжается. И это не единственный его негативный опыт. У меня был случай, когда я заказывал мини-квадрокоптер, и я его заказал по одной цене. Я его заказывал в период кризиса, и цена, получается, на него подскочила, и продавец сказал, ну, написал мне, диалог велся на английском, на ломаном английском, потому что китайцы тоже не знают английский. И в итоге мне ни квадрокоптер не пришел, ни деньги я отбить не смог. По данным статистиков, в Красноярске чаще, чем в других крупных городах региона, покупают в сети косметику, товары для здоровья, домашнюю утварь и продукты питания. Одним из самых популярных разделов товаров остается электротехника. Опытные онлайн-покупатели рекомендуют перед покупкой смотреть на рейтинг продавцов и внимательно читать отзывы. Нередко под самим товаром покупатели выкладывают фотографии реальных вещей, которые им пришли. Это уже поможет определиться, стоит выбирать эту вещь или нет. Также лучше отдавать предпочтение сайтам с контактами и адресам для выставления претензий. По закону, вернуть товар, как и в обычном магазине, можно в течение 14 дней после покупки. Разбирались в онлайн-шоппинге Наталья Жарнова, Илья Заречный и Александр Ольхов. Субтитры создавал DimaTorzok